МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. День работников культуры отмечают в регионе. Преданные искусству получили награды от имени Акима область. Какую школьную форму рекомендуют чиновники от образования в новом учебном году? 289 многоэтажек в Павлодаре остаются без горячей воды. В ответе за тех, кого приручили, студентка привлекла внимание к выброшенным на улицу животным трогательным билбордам. Депутаты Можилиса парламента посетили Павлодарскую область с рабочим визитом. Они рассказали жителям о каждой статье поправок и провели разъяснительную работу по референдуму. А еще отметили, что с пассивностью населения необходимо бороться. Как? Расскажем в первом сюжете. Во время встречи подробно разбирали жизненные ситуации. Будни высасывают из людей всю энергию. Политическая жизнь страны, проблемы общества, все отходит на второй план. Но в демократическом государстве так быть не должно. Депутаты говорят, сегодняшние поступки влияют на завтрашний день. Знаете, меня немножко удручает, немножко пассивность нашего населения. Во время встречи я для себя поняла, что в основной массе многие не читали. Именно когда мы начинаем рассказывать, именно когда мы разъясняем каждую статью, потому что наша задача, моя личная конкретная задача была пройтись по каждой статье, по новым статьям. И вот тогда у них вызывал этот интерес. В ходе совещания в Центре развития молодежных инициатив активисты обменялись мнениями. За диалогом обсудили и важные поправки в Конституцию. При этом депутаты Мажелисов выразили уверенность, что по итогам референдума будут решены социальные вопросы населения. Артем Буланов, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Почему референдум 5 июня важен, рассказали представителям профсоюзных организаций. Конкретно остановились на изменениях в Конституции. Подробности смотрите далее. В Доме союзов собрались представители филиалов отраслевых местных первичных профсоюзных объединений области. Общественники и депутаты подробно изучили материалы по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Казахстан, а также о важном дне – референдуме. Очень важно донести правильно контент самих поправок, чтобы люди понимали, за что они идут голосовать на референдуме, то есть какие вообще сами поправки выносятся. Очень много вопросов возникает, конечно, в первую очередь, социально важный вопрос – это по снижению пенсионного возраста. Для нас, для профсоюзов, основной роль играет, конечно, что это усиление механизма защиты прав граждан. Раз граждане, значит и работники. В этой стезе мы разъяснение проводим, что необходимо показать свою гражданскую сознательность, прийти на референдум. По мнению участников встречи, референдум – это проявление демократического развития, переход к новой системе взаимодействия государства и общества. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Новый многоэтажный дом презентовали в Экибастузе. Ключи от 72 квартир семьям вручил Аблкейрскаков. Ну а после глава региона на встрече с населением выслушал проблемы жителей. Девятиэтажку в новом микрорайоне Экибастуза начали строить в прошлом году. Аким области пожелал владельцам квартир достатка. Экибастуз последние два с половиной года активно развивается. С 22 тысяч квадратных метров жилья ежегодно начал сдавать более 66 тысяч квадратных метров жилья. Это позволило за два года более 1359 квартир сдать в эксплуатацию, благодаря которому очередь, в которой состоят 5,5 тысяч жителей Экибастуза, сокращена на 11%. Это один из лучших показателей в нашей области. В многоэтажке 72 квартиры. Жилье получили многодетные, социально уязвимые и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Сироты. Ляля Ашербекова – счастливая обладательница новой однушки. Сегодня получили собственную квартиру. Несмотря на то, что однокомнатная, для нас это большая радость. Наша долгожданная мечта наконец-то сбылась. Продолжился объезд Акима посещением городского дома культуры. Здесь Абылка Ирскаков провел встречу с населением. Собрались в зале более тысячи человек. Поднимали Экибастузцы вопросы благоустройства, водоснабжения, дорог, медицинского обслуживания. Экибастуз – один из крупных моногородов. Конечно, за эти два года не проходила встреча такого формата. По моему мнению, четко виден недостаток в диалоге. Местным исполнительным органам нужно быть ближе к населению. Только так можно будет быстро находить пути решения проблем жителей. Все взяты на рассмотрение. Так, например, Абылка Ирскаков поручил общественной комиссии провести полное техобследование всей системы теплоснабжения Экибастуза. Ильяс Рамазанов, Серикон Акпаев, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Эту рубрику ведет Александра Петрова. Саш, я тебя приветствую. Слушай, давно не обсуждали цены на продукты. Ну, как там ситуация? Привет, Владимир. Там все стабильно в плане повышения цен. Здравствуйте. Как сообщает Energyprom, мука в Казахстане подорожала на 8% за месяц и на 23% за год. С января по май в стране произвели 1,2 миллиона тонн муки. Это на 4,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, местные компании полностью обеспечивают внутренний рынок. Дороже всего мука высшего сорта обходится жителям столицы. 369 тенге за килограмм. Дешевле всего повладарцам – 205 тенге. Самая высокая стоимость муки первого сорта также в Нур-Султане – 263 тенге. Наименьшее в Петропавловске – 139 тенге килограмм. А в торговом доме «Мега» – поступление мягкой и корпусной мебели. Ассортимент пополнился новыми моделями. Действуют скидки, которые позволят существенно сэкономить бюджет. Акция продлится до конца мая. Спешите за комфортом и качеством. Торговый дом находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая. Остановка – трамвайное депо. В завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 440 тенге, евро – 470, рубль 6 тенге 40 тен. Это были бизнес-новости. Владимир. Благодарю тебя. Это была Александра Петрова. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и вот что покажем затем. Встречают по одежке. Какие требования к школьной форме в новом учебном году? С праздником! В Павлодаре прошел форум ко Дню работников культуры. Бездомные животные на одной из улиц установили социальный билборд. А наш специальный инфоблог после новостей спорта с Артемом Булановым дождитесь. Дорогие павлодарцы и гости нашего города. Приглашаем вас посетить наш магазин парфюмерии и косметики «Микс Косметикс». У нас широкий выбор парфюмерии, а также декоративной косметики. Профессиональная косметика для волос, бытовая химия и товары для дома. У нас вы можете приобрести карту любимого покупателя и получать скидку от 5 до 25%, подарочные сертификаты на любую сумму с неограниченным сроком действия и оформлять товары в рассрочку Каспирет. Праздничный банкет. Грандиозная вечеринка. День рождения. Любое торжество в стенах папахи пройдет на высшем уровне. Романтический ужин в закрытой веранде или столик на свежем воздухе. Вип-кабины с отдельными удобствами. Все к вашим услугам. Отличный сервис, места для курящих и удобная освещенная парковка. Кроме этого в кафе функционирует большой и малый залы с караоке. А после 19.00 начинается дискотека. Запоминайте адрес улица Варушина 4.4 на Малой объездной кафе Папаха. Место для душевных встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребенок погиб на пляже. Даже к благоустройству приступили после трагедии. Как изменится отдых у реки в Павлодаре и будет ли безопасно? Смерть за телефон, осужденный за педофилию, оказался в колонии, где и погиб. Его обидчикам вынесли вердикт в Павлодаре. Эмоциональное общение. Аким сельского округа попросил прощения у населения и ему рекомендовали вынести строгий выговор. Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одежда школьников должна быть официально деловой. Других требований к форме нет. Об этом сегодня сообщили в Управлении образования. А также рассказали об организации летнего досуга для детей. Обо всем по порядку. Моя коллега. Во время летних каникул в Павлодарской области будут работать 786 лагерей. Почти половина из них пришкольные. Однако не все СОЖ организуют летний досуг для своих учеников. 49 закрыты на ремонт. Если требования к организации пришкольного лагеря не соответствуют санитарным нормам, то есть мы не можем питать детей, не можем в какой-то опасной ситуации, то однозначно пришкольный лагер не проводится. Мы можем проводить пришкольные площадки. Та же спортивная площадка, она может быть задействована. Если для детей это не представляет любой опасности, то какие-то мероприятия могут проводиться для детей. Кроме того, в регионе 12 загородных лагерей. За лето в них отдохнут 545 ребят из малообеспеченных семей. Путевки приобретут спонсоры на 33 миллиона тенге. И пока у детей каникулы, родители озабочены подготовкой к новому учебному году. В частности, всех волнует вопрос школьной формы. Сегодня педагоги внесли ясность. Единственное требование к внешнему виду – официально деловой стиль. Ни в коем случае мы не говорим о том, что там должны быть какие-то там губки в лице, или какая-то, допустим, в определенной школе должна быть какая-то цветовая рама и так далее. Это ребенок должен прийти в официальную репутацию. Это дучки классического силы, это может быть какой-то джендер классического силы, или, допустим, там, костюм или пиджак. Жестких ограничений по цвету одежды тоже нет. В управлении рекомендуют выбирать синий или какой-нибудь темный оттенок. Александра Петрова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Лучшие из лучших и самые культурные – так назвали работников искусства Павлодарской области. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник, а также получают заслуженные награды. С торжественного мероприятия наш корреспондент. Для тех, кто привык быть под софитами славы, а также в первых рядах концертов, музейных выставок и театральных постановок, организовали праздник с красной ковровой дорожкой. Лучших наградили дипломами и знаками отличия. Отдельно отметили наградами и тех, кто представляет культурный Павлодар за пределами региона. Так, областной центр народного творчества «Шан-Ирак» выиграл престижную награду в Туркестане. Сегодня у нас такой знаменательный день для работников культуры, для организаторов. Обычно, если ходим за кулисами, сегодня мы в передних рядах. Охотно хочется рассказать про конкурс республиканский «Урханин жанру 2022», в котором наш областной центр стал лучшим. Также на встрече презентовали новый глянцевый журнал. В нем будут освещать жизнь культурного Павлодара. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Законно ли сдавать в аренду школьные стадионы, спрашивают зрители и подписчики телекомпании «Ирбис» в социальных сетях. Жители Павлодара недоумевают, почему их дети должны смотреть с трибуны на игру взрослых мужчин. Остальные подробности смотрите в специальной рубрике. А я только добавлю важную информацию. Магазин «Керемет Сантех» объявляет акцию «Жаркий май» до 10 июня. На всю сантехнику и мебель для ванных комнат действуют скидки до 30%. И здесь же вам предложат котлы длительного горения, банные печи, дымоходы, товары для отдыха, мангалы, грили, барбекю. Ну а мы смотрим самые горячие и обсуждаемые публикации дня. Главный новостной аккаунт региона в сети инстаграм «Ирбис.тв» по просьбе горожан опубликовал вот это видео. 18-я школа на поле Геринга. Пришли ее взрослые люди, всех детей выгнали за поле, сказали, что сняли в аренду стадион и всех повыгоняли с поля. Законно. Есть правила имущественного найма. Получается, построили площадки для школьников. А по факту, школьники где? Здравствуйте. Согласно графика работы спортивной площадки, в вечернее время на спортивном поле играют команды жителей микрорайона. Веселое видео опубликовано в одном из городских пабликов. Так люди рано утром едут на работу в общественном транспорте. Ох и не позавидуешь им. Весело и в комментариях. После такой поездки они обязаны все пережениться и выйти замуж. Жесть. Пересаживайтесь, товарищи, на велике. Да это точно. И во всех так автобусах так с утра и вечером едешь, как селедка. Человек с уникальной судьбой. В детстве пережил уже со Великой Отечественной войны. Строил Павлодар и учился в Москве. Тяжелые тучи, желтые и канонада. Очень далекая. Смерть или убийство, беззащитность тотальная. Это было по рядке вещей. Настоящее сочетание умственного и физического труда. Философ и строитель Степан Невмиржицкий. Не пропустите новый выпуск проекта «Откровение и я» Тимофея Голева на телеканале «Ирбис». Премьера 28 мая в 20.00. А летом мы повторим выпуски этого сезона. Алгоритм действий при появлении признаков опасных инфекционных заболеваний у пассажиров в железнодрожном транспорте отработали специалисты Павлодаре. По сценарию поезд прибыл из столицы. Женщина пожаловалась на недомогание. Это и стало поводом для вызова экстренных служб. Сейчас подготовку ведут и по регистрируемой в мире обезьяне оспе. Сценарий действий в случае малейших признаков у пассажиров инфекционного заболевания уже давно отработан, учитывая, что на протяжении двух лет пандемии в транспорте специалисты ежедневно контролировали ситуацию. Общие признаки, казалось бы, обычной простуды, могут стать поводом для проверки. Поднялась высокая температура, злоб, ломота в теле. Эта женщина сама обратилась к проводнику. По задуманному сценарию ее на станции в Павлодаре уже встретили медики. Самый важный вопрос, какие страны в последнее время пассажир посещал. После осмотра направляют в инфекционный госпиталь для уточнения диагноза. Так, говорят, специалисты должны отрабатывать каждый раз. Согласно нашим требованиям, проводники проводят первичные санитарно-эпидемические мероприятия внутри вагона. То есть весь вагон, который едет больной, он полностью закрывается. То есть у них схема такая есть внутри, о котором они в таких случаях должны проводить определенные протиотемические мероприятия. К слову, сейчас семинары и обучение медики проходят по обезьянной лихорадке. Случаи в Казахстане не регистрировали, но специалистов уже предупредили, что нужно быть на чеку. Особенно на транспорте, учитывая, что подобные заболевания, как правило, завозные. Артем Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Хорошо, что зима была теплой. Сегодня чиновники отчитались об итогах отопительного сезона, ну и рассказали о подготовке к следующему. Подробности в сюжете Ильяс Рамазанова. Число аварий на сетях во время отопительного сезона снизилось на 15%. При этом специалисты признают, что это не их заслуга. Просто зима была теплой. Сейчас в регионе идет подготовка к следующей. Чиновники обращают внимание. Большая ответственность в этом вопросе ложится на жителей многоэтажек из-за отказа от КСК. Люди сами должны все проконтролировать. На энергоисточнику области имеется 68 единиц основного оборудования. В этом году мы хотим провести ремонт 38 единиц оборудования. В том числе из них капитальные ремонты будут на 19 единицах. В том числе 4 энергоблока, 10 котлов и 5 турбин. Также рассказали о ходе ремонтов на сетях горячего водоснабжения. Из 261 повреждения устранено 133. В Павлодаре сегодня без кипятка 289 многоэтажек. Ильяс Рамазанов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». На улице Кирпичная на пересечении Теплова и Амангильды просят установить лежачих полицейских. В этом месте, по словам местных жителей, водители не притормаживают. А видео с обращением прислали в редакцию «Ирбиса». Смотрим очередную подборку в мобильном приложении. Большая вам просьба, посодействуйте, чтобы нам на новом асфальте, который проложили в том году, сделали ограничители скорости. Потому что машины летают, не останавливаются. У нас здесь, как видите, есть дети, которые катаются и на великах, и пешком ходят. Никто не останавливается. Большая просьба, пожалуйста, помогите. Пересечение Теплова и Амангильды, улица Кирпичная. Спасибо большое. Сад «Металлург», улица Каштановая, 99, 101, 103. Поливной день. Напор воды в поливной день. Мы за этот напор платим 20 тысяч за дачу. Руководство города убедительная просьба разобраться с нашей проблемой. Обращаются к вам жрецы домов улицы Бакинская, 5, Павла, 24, 2, Павла, 24, 1 и Павла, 24. У нас на детской площадке производили ремонт труб силами дворода канала. Мы, конечно, не благодарны за это, но вот такой бардак остался после их работы. Я считаю травмоопасным для детей. Ну и вот это совсем не видит детской площадки. Помимо этого, я так понимаю, здесь, вплоть с землей по детской площадке, проходит силовой кабель напряжения. Засохшие умершие деревья напротив школы ниш. Почему мы, дисциплинированные наглоплательщики, должны лицезреть мертвые деревья? Поливают деревья, засыхают. Жалко, очень жалко. Полейте. Аэропорт. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Ярмарка белорусской обуви. Большая распродажа. Невероятные цены на настоящую качественную белорусскую обувь. Всего от 9 тысяч тенге. Вы знаете, подпиши. Все выбрала себе. Цены по карману. И все удобно. И все хорошее. Я вообще благодарна таким ярмаркам. Успей до повышения цен. Только с 16 по 27 мая. Город Павлодар. Площадь Победы 25. Бизнес-центр Алтын. Коммунальщики приступили к установке новой игровой площадки в дачном микрорайоне. Для местной детворы это настоящий праздник. Ведь последние несколько лет они ходили гулять в соседние дворы. О том, как было и как стало, расскажет Рустам Мухаммед Калиев. Вот в таком запущенном состоянии была детская площадка по адресу Камзина 350 на протяжении долгих лет. Сюжет об этом мы снимали в октябре прошлого года. Тогда чиновники пообещали решить проблему с наступлением лета. Сказано – сделано. Долго мы ждали эту площадку. Для детей это очень хорошая площадка. Мы раньше ходили в другие дворы, где качели те же самые, чтобы поиграться. А сейчас будет очень прекрасно для них. Детям вообще реально негде было играть, развлекаться. Мы просили соседями не один раз, не один год. Вернее, даже звонили, писали. И слава богу, Акимы услышали нас. Все новые площадки в Павлодаре будут соответствовать единому стандарту. Покрытие из резиновой крошки для уменьшения травматизма, а также 10 игровых элементов, не считая песочницы. Мы сейчас хотим на сегодняшний день на территории города Павлодар 610 внутриквартальных территорий. Из них детскими площадками охвачены только современными детскими площадками, так скажем, 106 дворов. Мы хотим охватить все детские площадки по мере возможностей. Планы у властей города в этом году действительно наполеоновские. Обещают установить 150 новых детских площадок. Работы будут проводить с мая по октябрь включительно. Рустам Ухамед Калиев, Серик Конокбаев, телекомпания «Ирбис». Бездомные животные рождаются дома. Выбрасывать их на улицу – преступление. Этот слоган павлодарских волонтеров набирает популярность среди горожан. На одной из оживленных улиц установили социальный билборд. Об истории создания этого рекламного щита расскажет наш корреспондент. Анастасия и Людмила, прогуливаясь по улице Астана, с большим трепетом рассказывают об этом билборде. Яркие, красивые, буквально кричащие об одной из главных проблем нового мира – жестоком обращении с животными. Многие берут питомцев домой, а наигравшись отправляют на улицу, тем самым перекладывая ответственность на общество. 90% животных, которые оказываются на улице – это больше домашние животные, которые содержались дома, и не все из них приспособлены к улице. Я нарисовала детей и животных, потому что таким образом можно проявить эмпатию со стороны окружающих. И я выбрала такой тип иллюстрации, потому что он более заметен. Мы всегда говорим гражданам, если вы не готовы нести ответственность за животное всю его жизнь, просто не берите. Таким образом эта проблема и решится. Мы стараемся донести до людей, что ваши действия с животными, они несут, понимаете, последствия не только для вас, не только для животных, а прежде всего для общества. Рисуя эту картину, Анастасия очень старалась. У девушки получилось главное – обратить внимание на проблему. Ведь это не только преступление перед животными, но и обществом, говорят волонтеры. Свою работу на улице города они продолжают. Артем Буланов, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединяется ведущий спортивных новостей. Артем Буланов, я тебя приветствую. Ну что, ты, наверное, действительно уже знаешь всех полуфиналистов чемпионата мира по хоккею. Рассказывай, кто в списке. Привет, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Но скажу сразу, что сборной Казахстана, к сожалению, среди ее лучших нет. Но наша команда сохранила прописку в элите. А в полуфиналах сыграют Финляндия против США и Канада против Чехии. Ну, действительно, топовые сборные. Еще больше о спорте сразу далее. Дождитесь, не переключайте. 7 апреля вспомнилось вам 83 года. Каждый раз в автобусе у меня спрашивают пенсионные. Нифига себе. Я говорю, да до каких пор? Что, да с тобой те спрашивают, что ли? По Энгельсу, человек будущего – это именно такое сочетание умственного и физического труда. Вы родились, и началась война, вам было два годика только. Да. Родители говорили, да, ну, придумал, ты не помнишь, что ерунда. Помню. Тяжелые тучи, желтые и канонада, очень далекая. Смерть или убийство, беззащитность тотальная – это было по рядке вещей. Самое сильное впечатление – вот освобождение. Краткий справочник по философии. Она как-то ради интереса взял. Ну, вот и все, и с этого все началось. Я учился на заочном отделении философского факультета МГУ. Так стройкам вы тоже немного отдали? Так немного, ничего себе. Я пенсионер, как строитель. Чем привлекло тогда вопрос? Строительство крупного алюминиевого завода. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ирбис». Ну, билетов ни ей, ни мне не досталось. Но зато потом достались билеты на всю жизнь. В новом выпуске «Головой облет» подведем все итоги выступления сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею. Для кого-то это была печаль со слезами на глазах, для других же эйфория от выполненной задачи. Как же правильно оценивать команду и по каким критериям? Не пропустите выпуск. А также эксклюзивный гость в эфире «Головой облет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь состоится прямая трансляция финального матча Лиги Чемпионов УЕФА между Ливерпулем и Мадридским Реалом. Начало матча в час ночи. Забронировать столики вы можете по телефону 606-911-8702-911-7711. Не пропустите! Йорж Бар в ночь с 28 на 29 мая. Здесь состоится прямая трансляция финального матча Лиги Чемпионов УЕФА между Ливерпулем и Мадридским Реалом. Начало матча в час ночи. Забронировать столики вы можете по телефону 606-911-8702-911-7711. Талант из Павлодара. Местный воспитанник Александр Своеволин подписал контракт с Петропавловским Кулагером. Там же новый сезон начнет и другой экс-хоккеист РТШ Никита Белошов. Скакуны вообще проводят самое ударное трансферное окно. Так к ним уже присоединились вратарь Дмитрий Хозяшев и бомбардир Александр Твердохлебов. Орланд же усилился молодыми игроками из системы Бориса. Алматы тоже сделал акцент на перспективных ребят из Намада. Где продолжат карьеру, сейчас решает другой повладарец Юсупа Суханов. Прошлый сезон он провел в Тимиртау. А в успехе этих ребят сомневались, но они удивили всю страну. Из Франции вернулась сборная Казахстана по боксу. В ее составе выступали два повладарца и оба завоевали медали. Юношеская команда нашей страны участвовала во всемирной гимназиаде. Болельщиков и наставников не подвели повладарцы. Среди лучших бойцов представитель легкой весовой категории 51 килограмм Ислам Машкентаев, а также еще один наш земляк средневес Дихан Шайкебеков оба завоевали серебряные медали. Главный тренер сборной Казахстана в самом начале моего пути в команде не особо верил в меня, но я доказал свою силу. Мы полетели на турнир в Черногорию. Многие боксеры сборной не смогли настроиться на эти соревнования. А я наоборот бился, как будто каждый поединок был финалом. Тренер такого не ожидал, но сказал, что я буду в сборной. И вот не подвел мою команду и страну. Для меня эти соревнования были очень важными. Я смог познакомиться с культурой разных стран, а также с их стилем ведения боя. Запомнился спортсмен из Тайбэя. Грязно работал на ринге, но я его все равно победил. На эти всемирные гимназиады, которые проходили во Франции, очень отбор был тяжелым, жестким. До этого турнира проводились многие международные турниры. Там были отборы. Наши бойцы прошли отбор, хорошие. Доказали, что они достойны выступать на гимназиаде. И поехали защищать честь страны. Эксперты отмечают, что для ребят это колоссальный шаг вперед. И потенциал их куда выше. Поддержать команду приехал даже первый наставник из Байнаула. Азембек Абжанов. Таланты везде есть. Но плюс с этим талантом надо быть усилием. Чтобы он проявлял не тренироваться, а разбиваться. Сейчас у нас Павлодарская федерация очень хорошо работает. Все сборы. Мы не упустили ни одних сборов. На все сборы находили, деньги финансировали. Дихан и Ислам – это будущее не только павлодарского спорта, но и бокса всей страны. Если ребята продолжат трудиться на этом же уровне, скоро о них узнает и весь мир, говорят эксперты. Павлодарские лучники-паралимпийцы представят наш регион на чемпионате Азии. Соревнования будут очень серьезные. И здесь разыграют рейтинговые баллы. Кто полетит в Индию, узнаем из следующего сюжета. Павлодарские лучники – это одна семья. Даже их тренировки проходят в теплой атмосфере. Помогают друг другу перед серьезным турниром. Вот сейчас готовимся на чемпионат Азии. Как раз на этом этапе кубка прошел отбор. И поедем, надеемся, что все нормально состоится. 30 мая чемпионат Азии в Дели вылетают. Александра берут за счет НПК. А Гузе, если по области деньги не найдут, то за свой счет хочет поехать. Вячеслав Гузей и Александр Медведев задают тон в стрельбе. Оба спортсмена в Индии в числе фаворитов. Но бесплатный перелет пока только для одного атлета. Был отбор у нас. Александр этот отбор прошел. Мне немножко не хватило. Сейчас, если область оплотит, то будет хорошо. Если нет, то, возможно, будет выезд за свой счет в Индию. А какова вероятность, что область найдет деньги на это? Вы с ними разговаривали? Да, мы с ними разговаривали. Будем надеяться, что этот вопрос решится. Очень приятно, что в нашей команде представляло два паралимпийца и Поляков Егор, наш стрелок, наш тренер. И в этом составе мы показали отличный результат. Медаль чемпионата Азии – это дополнительные рейтинговые баллы в борьбе за олимпийскую лицензию. Настрой серьезный. Улыбчивый и очень скромный в жизни, но с остальным характером внутри. Хезер Байрамкулов хобби превратил в профессиональное увлечение и воплотил свою мечту. С чемпионата мира по пауэрлифтингу повладарец привез серебряную и бронзовую медали. Сегодня из Алматы призера международных соревнований вместе с главными мотиваторами на успех встречал и наш корреспондент. В свои почти 60-х Хезер Байрамкулов спортсмен молодой. Качаться и тягать железо начинал еще в 90-х. Но профессионально в пауэрлифтинге всего лишь три года. На большие старты сподвигли друзья чемпионат мира. Для повладарца дебют на международном уровне. Мы уже в таком возрасте, когда спорт для нас это как хобби же. И надо было это все отодвинуть, вот эту жизнь. И заниматься только спортом, тренироваться. И вот тренировки дали себе результат такой. Это был первый опыт чемпионата мира все-таки. И вообще ехали туда, не ожидали, что будет такой результат. Две медали, но зная Хезер Косымовича, могу сказать, что для него второе место это поражение. То есть он обязательно на следующий год поедет и привезет золото. В Алматы, где уже завершается чемпионат мира по экипировочному и классическому жиму лежа, Хезер Байрамкулов завоевал серебро и бронзу. Стоит сказать, выступал спортсмен в открытой группе, где соревнуются сильнейшие. Участвуют в мировом форуме атлеты из 40 стран. Победы во всех матчах одержали генбалистки в чемпионате страны. Игры финишировали в Усть-Каменогорске. В первой лиге участвуют 11 команд. В своей подгруппе повладарки сыграли без поражений. Поверженные хозяйки площадки – соперницы из Караганды, Туркестана и Кандагаша. После первого тура наши разместились в группе лидеров. У них 8 очков. Столько же набрали сборные Шимкента, Казаларды и Нурсултана. Между тем, со спортивным размахом отмечают свой юбилей повладарские силовики. Они организовали волейбольный турнир в честь образования 30-летия комитета национальной безопасности. В спортивные подтянутые с огромным желанием победить виновники торжества комитетчики подготовились основательно. В турнире они заявили сразу два состава – команду ветеранов и действующих сотрудников. А конкуренцию им составили еще шесть волейбольных сборных. Это представители полиции, прокуратуры, нацгвардии, пограничные службы и специальная охрана, а также департаменты ЧЭС и экономических расследований. Мероприятие проводится для сплоченности, патриотизма, также совокупности между командами. Дальнейшие наши работы, также наши команды очень дружные. На сегодняшний день данные команды ежегодно, в каждом мероприятии участвуют также волейбольные команды. Они очень у нас подготовлены. Для меня волейбол – это как игра для удовольствия, игра для себя. Представлять команду ДЧС – это большая честь для нас. В прошлый раз мы выиграли, первое место заняли по волейболу между силовыми структурами. Масштабный турнир провели сразу на трех спортивных площадках города. Борьбу за кубок в честь 30-летия Комитета национальной безопасности начали в подгруппах. А до финала добрались лишь три сильнейшие дружины – волейболисты КНБ, ДЧС и полицейские. А спонсор новостей спорта – Йорж Бар. В ночь 28 на 29 мая здесь состоится прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА между Ливерпулем и Мадридским Реалом. Начало матча в час ночи. Забронировать столики вы можете по телефону 606-911 и 8-702-911-7711. Это были новости спорта, но с вами мы еще не прощаемся. Переходим к нашему специальному информационному блоку. Переходим к нашему специальному блоку. КОНИКомA. КОНИКС. КОНИК. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас работали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Желаем вам приятных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»